А, там мы ж не молились. Господи, дай нам услышать Слово Твое, вложи нас, Господи, в уста наши угли горящие, дабы мы, воспылая душой, воспламенять души других людей. Дай нам, Господи, мудреские знания и терпения. Тебе все слава, веков веков. Аминь. Аминь. Брат, вот я за булочки, к сожалению. Вот эту вот, вот так. Иван Гелетар, 11 глава, с 29 по 43 стих. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марта. Иудеи, которые были с Нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за Нею, полагая, что Она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и, увидевши Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат Мой». Толкование. Увидевши Его, она пала к ногам Его, не устыдившись народа, не обративши никакого внимания на то, что некоторые из бывших тут враждебно расположены ко Христу. В присутствии Учителя она отбросила все человечество и заботилась только о том, чтобы почтить Его. Она говорит, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат Мой». Марфа же ничего такого не делает, ибо она не падает пред Ним. А напротив, когда Христос подает добрую надежду относительно брата, она оказывается неверующей. Хотя и Мария является несовершенной, когда говорит, «Если бы Ты был здесь, не умер бы брат Мой». Однако Христос наговорит ей ничего такого, что сказал сестре ее, потому что тут было много народа, и не время было для таких речей. Вопросы? Вопросы по тексту? Ну, это у нас продолжение этой истории, грустной, и в то же время потом увидим торжественной, такой праздничной. И ради этого человека, ради которого пришел друга своего Лазаря, потом будут искать Христа, чтобы их обоих убить, вот как ни странно. Замазать все это дело. Ну, кто тогда знал, что так будет? Христос странно поступал вообще, мы видим, перед этим, когда вот читали мы. То есть, где-то он находится там у себя, около Галилеи, а этот, около Иерусалима, Лазарь живет. Ну, такое, недалеко по нашим меркам-то, ну, так, несколько десятков километров пройти надо, а так как все это ножками, то это далеко получается. И Христос проповедует там в своих местах, около своих мест, и говорит о том, уже знает о том, что с Лазарем происходит. Какие были тогда почтовые, ну, вот, информационные каналы, какие были? Ну, благодаря римлянам хорошие дороги были построены. Телеграфа не было никакого, телеграф появится только в 19 веке. Поэтому было только одно, ногами передавали какие-то сообщения, кто знал этого Лазаря. Да никто, простой человек живет, две сестры у него, даже жены не было, мы видим, что никто по нему не плачет. Или, может, где-то была она в другом месте, или о ней не упомянули, потому что неверующая была Христа. Да, ну, как-то все это прошло. И Христос узнает, что Лазарь, ученики, такие же, как он, люди, они не знают, что с Лазарем. А Господь говорит, уснул. Они, ну, если уснул, значит, уже выздоровеет, все нормально, то есть не будет. То есть болел, а сейчас заснул, полегчало. Ну, врачи могут сказать, что это такое. Бывает перед смертью человек немножко, как бы, там, на несколько дней даже оправляется, как бы, а потом резкое ухудшение здоровья, самочувствия и смерти. И здесь тоже они сначала воспрянули, а он говорит, да он умер. То есть пришлось сказать, ну, это такое самое отвратное слово, которое можно услышать. Я хочу сказать, что отец умер чуть не на моих глазах. Я никогда не думал, думал в больнице, там, вот, как мама у меня умерла в больнице. Последний путь провожался не так какой-то, вот, как брат наш работает. И поблагодарили его, он рассказал последние слова на пустое, которые она говорила. Сначала она прямо пришла в себя, была без сознания. Пришла в себя, увидела его, поблагодарила его, и поблагодарила врачей всех. И помолилась Богу, и опять впала в кому, и там дальше уже умерла все. Вот так. То есть это такое самое щемящее чувство, наверное, горечи. Потому что, когда родился, вот у нас Мария Барабаша, у нас там сейчас Калашникова родила. И там интересно так получилось. Там мы, некоторые люди, тут участники, Виктор Андреевич тоже, когда начали говорить, что Марию увезли в роддом. А Галя, Галя сейчас нет, загуляю. Она почему-то пишет, младенчику и маме, там, здравия, там, и так далее. Я подумал, что уже кто-то родился. А там по часам же отправление в Асапель. Ну и я там тоже, человек родился в мир, радуемся, теперь надо, чтобы он вырос верующим, там, ну и так далее. И там дальше пошли такие поздравления, все. Лена Барабаш пишет в 5 часов утра. Ну и как раз очнулись мы от ночи, я беру 5 часов утра, там 5 часов что-то 20 минут. Она еще не родила, Мария мучается в родах, просит всех молиться. И следующее сообщение, через 10 минут ровно. Слава Богу, все, родился, наконец-то, теперь можно поздравлять. Теперь можно только поздравлять. А тогда действительно, и мы видим, Господь говорит, человек родился в мир, и теперь его все поздравляют, там, радость. Ну это, это такое радостное чувство, да, вначале там роды, как выйдет, ну. А смерть, она все, там, тут есть дальше, продолжение есть, жизнь человека, какой он будет. И мы с надеждой смотрим на этого человека, когда особенно он рядом с нами. Вот я знаю, как брат переживает за своих детей. Лена, вот тоже наша сестра переживает. Ну каждый, вот Виктор Андреевич постоянно просит молиться. Переживает за детей, ну жизнь-то идет, они живы. А тут смерть, все, и ничего нету. Ну, как относиться? Почему так Христос сказал? Ну, то есть, не знаем, как уснул. Мы в Библии не встречаем, что человек умер, это значит, что уснул. Ну, как раз мы Евангелие встречаем. А в Ветхом Завете человек умер, а-а-а, гробницы, запечатать его. Почему запечатать? Не в землю. Видите, евреи, набожный народ, в прах ты и в прах изыдишь. А они не в землю закапывают, а скала, нишу долбят и туда, как в пенал, закладывают тело. Почему? Вопросы на вопросах. Почему не в землю-то? В прах ты и в прах изыдишь вроде бы. Ну, с другой стороны, возьмем вот этот пещера, каменный гроб, гроб, гробница. Это пещера в земле. Ну, а можно это сказать? И там прах. Потом человек лежит и до праха изыдевает. Ну, прах ты и в прах отыдешь. Ну, там вокруг скала это. Ну, и скала, если ее долбить, она тоже в пыль превращается. Это тоже как бы прах. Не знаю, что имели в виду, но самого еще от Авраама мы видим. Он покупает землю там в Махпелл за 400 серебряников и там хоронит Сару. Помните? Тоже в гробнице. Эту гробницу сейчас никто не знает. Но Гюстав Доре показывает, как Сару несут в гробницу. То есть в пещеру спускаются там ступеньки. Так ли было? Ну, были ступеньки или нет? Ну, наверное, были, чтобы не скользить, потому что скала там мокрая постоянно. Когда мы заходим в какое-то такое подземное помещение, обязательно будет сырость. Если нет вентиляции хорошей, или еще там температура такая своеобразная, плюс 5, плюс 4 градуса, сыровато. И, в общем, тело, оно там разлагаясь, оно не издает такого зловония, тем более запечатывают еще, чтобы не было доступа кислорода. Ну, то есть получается, что как бы прах. Мы с вами привыкли, что прах, это вот могилу, прям действительно прахом засыпали. Немножко там деревянная оболочка, она сгнивает. И мы этой деревянной оболочкой тоже пытаемся почему-то тело сохранить. То есть мусульмане правее нас, они просто в ковер завернули, раз, засунули человека, засыпали и все. Почему так Христос сказал, не сразу сказал им о смерти? По какой причине? Ну, причину нам говорят, что для того, чтобы уже 4 дня прошло, чтобы началось гниение, и чтобы был этот неприятный запах от разлагающегося тела, даже вот из этой гробницы. То есть подойдешь к ней поближе, там же щели все равно, и чувствуешь, что да, приедешь. Ну, однако, вот все Господь делал для того, чтобы вот эта смерть, это страшное состояние человека, когда он услышал о смерти любимого, особенно человека, или у кого-то знакомого даже, он начинает думать о себе, человек, а как я тогда, а как я уйду? И вот заметьте, как только кто-то умер, мы увидели, ну, были на похоронах у кого-то или еще что-нибудь, обязательно подумаешь о себе. Я даже не буду никого спрашивать, это обязательно думаешь о себе. А как вот я, сколько людей будет на моих похоронах? А как я буду там даже выглядеть такое, интересно, сколько будет мне лет? Ну, такие мысли вьются, вьются, и только Господь Иисус Христос относится к этому с духовной, с горней высоты, с небесной. Он говорит, уснул. И теперь мы знаем с вами, как верующие люди, что все, кто умер, они восстанут пред Господом, вот как раз этим самым Господом, который идет сейчас исцелять души наши, в этой истории нашей, евангельской. Но одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Вот так. И те, кто верующие, они будут на суде, будут на суде Божьем, будет Господь судить всех людей, и тогда там предстанут на этот суд все. Но верующие будут, как свидетели написано. Как свидетели. То есть будем свидетельствовать о тех, кому мы свидетельствовали о вере своей, кому мы свидетельствовали о Христе, и они не приняли. И Господь их отправит в ад. Что, в общем-то, мы сегодня и читал батюшка нам, о истории о Лазаре. Кстати, Лазарь тоже, этот человек, о котором мы сегодня читали, помните, да? На Евангелии. И струппсы, приходя, написано, вязали струппи его. А этот богатый, который, очутившись в аду, написано, прямо в аде, будучи в муках, то есть это вот, наверное, единственное место, которое прямо показывает состояние человека, который не делал добродетель, а у него были все возможности делать, потому что он был еврей. По идее, он был верующий в Бога. Он приносил жертвы за свои грехи. В храм ходил. Если бы он не приносил, его бы родственники сказали, а ты чего в храм не ходишь, жертвы не несешь? Ты вот то-то сделал, то-то сделал не так. Ну, это было для родственников. Он для родственников все делал. А вот простой человек приходил к нему. Почему? Почему он не обратил внимания на этого простого человека? Псы приходили, обращали внимание, пытались облегчить участь его, облизывая раны его. С трупья написано. Это уже к медикам обращаться. Но я так понимаю, что какие-то какие-то инфекционные заболевания, которые распространяются, но это не проказа, но все-таки они так просто не заживают. И псы это понимали. То есть даже не песты, ты даже не зверь. И где тебе место? Вот в аду. И Господь, чтобы нас избавить от этой мертвичины, Он говорит, Лазарь уснул. Он верующий человек Лазарь. И он просто уснул. Как он умер, Господи. Я его сейчас воскрешу, он поживет немного, и опять умрет для вас. Но на самом деле, Он будет жить вечно. Потому что Он уверовал в меня. Он друг мне. Читаем дальше, читаем дальше. Уже есть какие-то вопросы? Ну, вопросы о Марии, может быть, из Марии у меня есть. Я могу и попытаться ответить, но хотел бы, чтобы вы рассуждали на эту тему. Вот написано здесь, я читаю, «Хотя и Мария является несовершенную, когда говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Как включить? Не умер бы брат мой. Однако Христос не говорит ей ничего такого, что сказал сестрею, потому что тут было много народа, и не время было для таких речей. Вот в чем несовершенство Марии здесь проявилось? Вот когда она сказала эту фразу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». В чем вот ее несовершенство? Вот я вижу в этой фразе два момента, которые бы обратили внимание. С одной стороны, вера ее Господу, что если бы ты был здесь, он бы не умер. Это же вера. Он умер по каким-либо естественным причинам, но она верит в то, что Христос придет, был бы здесь, он бы не умер. То есть она понимает, что Христос имеет власть над вот этим естеством. Это с одной стороны вера, но с другой стороны, я здесь вижу некий упрек. Ну да. Упрек. Действительно. Или это не упрек? Да, что-то... Упрек есть. Видно, что упрек есть. Или это не упрек? То есть получается, с одной стороны она верит Христос, с другой стороны уже и упрекает. Но вот я как бы ответил на вопрос, в чем я вижу несовершенство. Здесь крайне не упрек о сожалении. Можно? Или сожаление. Разрешите я тут немножко добавлю сюда. Я начал говорить о дорогах, о связи, информации, как передавали. И сейчас я подумал, они не могли не отправить гонца к Иисусу Христу. Они кого-то там снарядили, юношу, который нагастый, и сказали, найди Христа и скажи, что брат нас болеет тяжко. То есть могли сказать? Я думаю, что так оно и было. Поэтому она и говорит так. Поэтому она так и отреагировать могла. А он вдруг задерживается. Они знают, какой он стремительный. Ну, Христос, они предполагают, сколько он может проходить. Он ходит хорошо. У него здоровье отличное у Господа. Сколько он там прошел, сколесил ногами своими. Нигде не ездил. Один раз посадили там на услика и на ослицу. Чуть-чуть проехали до ворот. И то за это пришлось на крест потом идти. А тут он своими ногами, она считает дни. И вдруг его нету, нету, нету. И тут он приходит, а она, вот если бы ты был, я думаю, что вот тут это и есть. Я так предположительно, ничего об этом не говорится, но мы видим, как Христос не идет. Он не идет, не идет. И потом, а теперь пойдем. А можно ли здесь увидеть, что человек, я не буду говорить о Марии, а вот я буду говорить о человеке, да, в целом, хочет увидеть просто Христа, во Христе видит, как человека, который удовлетворяет потребности. То есть не просто, вот ты можешь исцелить, а почему ты не исцелил? Ты бы мог прийти, или раньше прийти, или был бы здесь, ты бы исцелил. А видеть в нем Господа, которого надо волю исполнять, они, наверное, еще не видят в нем Господа, которому надо подчиниться, и что вот само непребывание Христа в момент смерти Лазаря, это было промыслительно. То есть если бы ты признаешь, что Христос мог бы исцелить, если бы ты веришь в это, почему бы тебе не признать, что это была его воля, что он заранее обдумал, значит, он так хотел. Он так хотел. Если ты веришь, что он мог естество изменить, ну, то есть он мог и не допустить до смерти, то почему бы тебе не подумать и предположить, что он так захотел. Это была его воля, это было его желание. Но мысль, видимо, дальше не идет. А почему ты не пришел? То есть в этом могло бы тебе несовершенство? Еще вариант. Какой? Может быть, она, как говорят, реверанс, да, в сторону Христа. То есть она сожалеет, она принимает волю Божию о своем брате Лазаре. Когда приходит Христос, она ему говорит, вот если бы ты был здесь, он бы не умер. То есть может быть, она ему таким образом хотела... Да, возможно. Я думаю, что это... Показать расположение. Значимость места. Своё расположение к нему, да. То есть, ну, что-то нужно было сказать, она говорит. Ну, вот тут написано в толковании, что хотя и Мария является несовершенную, когда говорит. То есть если бы она... В чем тогда несовершенство, если она хотела возвысить Христа? По плоти он должен был быть здесь, а он же всегда, и везде, и всюду. То есть это она... Я бы хотел местописание привести, и между твоей, вот этим, ну, и Лениной позицией, позициями, точками зрения, хотел бы примирение найти. Нужно было... Вот что нужно было ей сделать? Помните, когда заболел слуга сотника? То сотник отправляет своих воинов и говорит, Господи, я не достоин сам прийти к Тебе. Не достоин. Я кто такой? Я не еврей. У меня нет той веры. Но если ты просто скажешь, то слуга мой, которого я люблю, близкий мой, он выздоровеет. И всё. И Господь говорит, я такой веры в Израиле не нашёл. И мы видим здесь близкий друг его Лазарь. Вот эти женщины, которые, особенно Мария, она у ног его сидела, и он дал такое благое о ней повествование, чтобы как правильно поступать, когда Христос придёт к нам. Вот как мы сейчас сидим, у ног Христа считаем, как Мария. И в то же самое время у ней не хватило этого ни мужества, ни веры не хватило, как хватило этому сотнику. Всё-таки не хватило. Да, да, я и говорю, что явно не хватило, а сотнику хватило. То есть несовершенность, видимо, в том, что не хватило ей веры, да? Да, да, да. Но, с другой стороны, этот самый сотник, ему тоже кое-чего не хватило. С своей стороны. То есть веры в человека, в Иисуса Христа, как в чудотворца, как пророка, как целителя у него хватило. Но он даже мог его Богом назвать, но не полноты духовной он бы назвал его, не в Духе Святом. Почему? Он был язычник. Ему не хватило жизни по Богу. Вот как евреи жили по Богу, но не уверовали в него до конца, что пришёл тот, про Моисей это сказал, придёт пророк, с большой буквы, как его меня слушайте. И они задумываются об этом. Они крестителя спрашивают, ты тот пророк? То есть этот пророк, это Мессия должен был быть. Они, Иоанна Крестителя спрашивают, а Христос приходит, и его даже уже не спрашивают об этом. Почему? Иоанн Креститель для них был могущественнее, чем Христос. Почему? К нему, к первому, начал народ собираться. Главное, чтобы толпа была рядом с тобой, а у Христа её нету. Почему? Странный, странный, не такой, как вот даже Иоанн Креститель. А мы видим, что Иоанн Креститель полностью принадлежал Христу. Полностью. Иоанн Креститель единственный, кто понимал, кто перед ним. Как и Симеон, когда младенца Христа держал, он понимал, кто перед ним. И Иоанн Креститель понимал, но всё быстро закончилось. И он единственное правильное сделал решение, Иоанн Креститель говорит, мне надлежит умоляться, а ему возрастать. Не просто сказал, что он сейчас как солнышко встанет Возрастать, то есть постепенно Постепенно, это 3,5 года оказалось всего И теперь мы видим, что придет конец мира А как придет? Постепенно, постепенно 3,5 года Ого, вот это да, всего 3,5 Конец мира, ну извините, миллиарды людей Вот так за 3,5 года все Да, 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 всего 3,5 А почему пришествие Христа должно было быть 3,5? Ну, для спасения Проповедь, и потом бы его возненавидели А пришествие Христа Сегодня Игнат Ильич говорил об этом Что мы ждем его, мы должны Показать, как мы его ожидаем И батюшка тоже, кстати Да, и проповеди у Севастьяна Как-то все срослось Что мы так Христа ждем Мы не должны Отталкивать пришествие Христа Мы должны его приближать Как ни странно Идя на проповедь И рассказывая другим о Христе Мы Не Приближаем даже Христа А как бы отдаляем Но мы его приближаем Почему? Потому что еще люди Души уверуют во Христа Вот в чем дело И Господь этого и хочет И желает он этого Это его Воля Чтобы каждый спасся из людей Странно, да? И чем меньше мы Ничего не делаем Для того, чтобы другие Узнали о Христе Тем Христос Приближается ближе Но мы отдаляемся от Него К сожалению Вот если Эти события На наш день На сегодняшний день К нам перенести У меня такой вопрос возникает Кто-нибудь в своей жизни Узнает себя в этой ситуации Вот там такая ситуация Я сейчас поясню Умер Лазарь Брат Марии Она очень скорбит по нему И высказывает Вот такие слова Господу Не бывает ли в нашей жизни Подобного Когда мы Господу Что-то такое говорим Когда человек Допустим Что-то случилось в жизни Молишься Просишь у Господа помощи А видимо Как будто бы помощи и нет И не возникает ли в голове Такая мысль ропотная Ну почему Господи Вот я же молился Ну почему со мной Вот это произошло Почему произошло С моими близкими Или те люди Которые мне очень дороги Произошло Господи Ну где ты Возникает ли такая мысль Ну это наверное уже тайна Наверное Никто не знаю Да нет Почему не может быть Я могу сказать о себе Что у меня такие мысли возникают Вот я себя узнаю В этих словах Я вот читаю И как будто бы это я говорю Ну ненадолго Ты же каришься все равно в этом Я с одной стороны Я понимаю Что это неправильно Но с другой стороны Она все равно Провелькивает мысли Господи Ну почему Ну думаешь Ну все равно Воле Божия Я думаю что Кручевое слово В твоей фразе Промелькивает Промелькивает Да Потому что Ну свойственно это человеку Свойственно задать вопрос Но у меня это было до того Как я уверовал После того как я уверовал Истинно По святому писанию То для меня нет ничего Во первых Для меня нет ничего Случайного Все закономерно И что происходит Я принимаюсь благодарностью У меня еще на памяти Мама Еще при жизни Рассказывала Что у нее тоже Такой же случай был Но вот у меня сейчас На работе Происходит как раз таки Похожая ситуация У меня Одна из моих начальниц Сестра хозяйка С которой Как раз таки Руководит нами В основном Она рассказывает Что у нее У самой Она когда я Получается Только первые дни Пришел на работу У нас с ней был Разговор Как раз таки О Боге И она Очень часто говорила Что Как сказать Не верит в Бога Я спрашиваю Почему такое происходит Почему она не верит Говорит Почему меня Бог бьет Почему считаете Что у вас Бог бьет Интересно Она постоянно говорила Почему меня так Бог бьет И вот причем Много раз Раза три как минимум С ней о Боге разговаривал Но она Все равно утверждает Что она не верит в Бога То есть она Можно я спрашиваю То есть я понял так Она говорит Что меня Бог бьет Но при этом Не верит в Бога Да Оригинально Вообще Доброго Бога Не верит Там зло Она рассказывала Что у нее Мать Тоже по такому же принципу У нее Когда муж У ее матери Болел Очень сильно Она очень сильно Молила Бога О том Что Господь Дал ему здоровье Чтобы выздоровел И когда он Не выздоровел Его мать Ожесточила Ожесточилась в сердце Она все Бога нету Я не верю в Бога Я сама по себе Ни в кого не верит Я сама по себе Я сама себе верю И похоже Ее дочь по такому же принципу Действует Причем Я Зачитывал ей Места из Евангелия Кремлина Как раз таки Послания Зачитывал ей Пастора Буша Она самоинтересно Она читала Пастора Буша Но Все равно Отрицает Сейчас тут прозвучала фраза Которая тебе нужно В подобных ситуациях Прямо четко Объяснить Человеку Что это все От гордыни Гордому Бог противится А смиренному Дает Богодать Я больше чем уверен Когда она молила О мужа Она платок не одевала Правильно? Не знаю Такого уточнения не было Ну а ты спроси А без платка Ее никто не слышит Ее вообще нету Вот Пустота одна Меньше пустоты Еще Ее часто Она очень переживает Что Она может Кого-то обидеть Или что Кто-то на нее обидится И когда она Спрашивает Ты на меня не обиделся Я говорю И объясняю Что Обиды Это не христианское чувство Я не могу Обижаться на человека Она спрашивает Как? Она чуть ли не утверждала Что Человек не может Не обижаться на кого-то Отчасти она права Отчасти она права Надо все равно Нужно исправлять себя Вот именно Нет Нет Себя исправить невозможно С помощью Божьей Если ты веруешь в Бога Тогда Ты Обязан отринуть от себя Обязан отринуть Я все могу Укрепляющий меня Господи Иисусе А так-то Любой человек Не верующий Любой он В обиде Любой на кого-то Где-то Если Если вы почувствовали В себе Что вы на кого-то Обиделись Все это неверие Вошло в сердце Это неверие Все Ты не веришь Богу Который сказал Мне отмщение Я воздам Сам за себя Я никогда не обижался На кого обижался Вы что Можно уточнить Я обижался Да я сейчас Как тебе дам Это я так В моменте В моменте В моменте Времени События И Сказать Что я не могу Обидеться Я не скажу О себе Вот Никогда Такого Не могу Утверждать Что я не обиделся Или я там Не разгневался Или в раздражение Не впал Я в моменте Не могу Сказать Но Другое дело Что если Это сохраняется Уже длительное время Человек Ходит на исповедь Ходит Исповедуется Ну уже живет Церковной жизнью И если это сохраняется Вот в этом Контексте Я сказал У христианина Не должно быть обиды То есть Это должно Уходить Это ты правильно Сказал брат Я знаю Среди нас Есть такие люди Которые говорят Что это Нет Я не обижаюсь Нет Я не обижаюсь Но по всему Поведению По речи Видно Что человек Продолжает Оставаться Обиженным То есть Он чувствует Что он обижен И в этом Его беда Беда Просто великая Потому что Он ходит на исповедь Я не знаю Поведуется он В этом или нет Наверняка нет Потому что Все это остается И оно явно Видно Это А что такое обида? Надо же разобрать Самое главное Это гордыня То есть Кто вот Не согласен С этим утверждением Пожалуйста Выскажитесь То есть В моменте Я убежден Из опыта Жизненное Можно Ну не то что можно Не то что это разрешено Но Такая возможность Существует Что человек Может впасть В какое-то состояние Вот временно Стычка какая-то Что-то не так Кто-то толкнул Кто-то что-то сказал И это не понравилось Может промелькнуть Вот эти чувства Но человек Но человек Если живет Во Христе В благодати Духа Святого И ходит И молится Ну физически Ну я не верю Что он может Долго пребывать В этом состоянии Оно просто смывается Вот оно было Было Помолился А потом Как это состояние Я вот по себе Гую испытывание Как-то А это что Вообще О чем разговор Ну было и было И уже внутри Даже этого состояния нет Но если это состояние Остается На длительное время Я считаю Вот тут надо уже Задуматься о своей духовной жизни Во Христе ли я живу В Духе ли святом И вот здесь В этом контексте Обиды быть не должно Все-таки у нас пошло дело Да Которое было за столом Нет Мы сейчас Давай-давай Конечно ты Потому что Вы все говорите Об обиде И мне кажется Каждый Что-то свое Как-ли в этом Понимает Что такое обида Ну когда Пример Ну я сказал Что это такое Ну вот пример Небольшой Как раз я кидал О чем вы говорили Про обиду То что Вот у меня такой был Буквально На работе Такой пример Что Немножко поругался С одной Санитаркой Которая полы моет Она прям Чуть ли не прямо Образом высказали То что Вы идиоты Кто вы-то? Вообще Меня И моего Напарника Что-то я так сказал Что-то неправильно сделали Не так Или что Не по нее Как сказать Страсть Она Любит всех Считать то Что вот я прожила Сколько лет А вы Соплики еще не разумные Это у нее такое А он чуть ли не прямым текстом Мне сказал то Что Вот оцените свой уровень То что идет вы или нет И вот меня это было Очень сильно Обиделся на нее В этот момент Ну вот Как сказать С обиденными Такими чувствами Ходил Работал Работал Молчал Потом просто взял Просто прошло Нет Еще момент Рассказать И вот как раз таки Не я всегда Это от гордыни Это как раз Согласен То что Тогда меня Это так Обуяло Обида Как так Меня Идиотом Позвали И он как меня Это злит Ну В детстве Несправедливость Да Несправедливость Да Несправедливость Истина Я не идиот А меня называют Да И вот В детстве В детстве у меня была Немножко другая Как сказать Ситуация Ну По глупости своей Взял какую-то Нашел игрушку Вот так вот Как сказать Запчасть от велосипеда Сломанную Багажник Ну как сказать Она была похожа на Снегоступ Я взял К ноге Так себе Прицепил И так ходил По мосту А там какой-то человек С которым я работал Как раз таки В летном училище Я сейчас с ним Хорошо общаюсь Проезжал мимо Он что-то на меня Заругался Что Где отсюда Лыжни И проехал мимо И когда я потом Снова Мимо вот этого Рядом с этим мостом Играл Он говорит Ну еще Уже без этого всего Он мимо меня проезжал Говорит Ну еще лыжни Где твои лыжи Для меня это была Такая боль Я не знаю Ощущение Как будто нож В сердце воткнули Но я тогда Ребенок был Но это была такая боль Просто для меня У меня прям сердце Так вот сжало И вот я эту обиду Пронес через несколько лет Вот в несколько лет Во мне эта обида держалась Ну как В воспоминаниях О сознаниях А потом просто пришло Это Как сказать Тоже О Боге говорили С одной женщиной Тоже вот Как раз И Библию читали И просто Пришло в сознание То что Господь говорит Не обижайся Как я могу держать обиду Просто взял И просил Отпустил Просто Все Я бы хотел уточнить Ну вот Как раз По сказанному По сказанному Было ли это справедливо То есть Назвать так человека Вот как было сказано Это одна ситуация Другой Было ли основание Дали ли вы повод ей По твоему мнению Или вы были совершенно Безупречными работниками Все делали как положено Сказать что Там немножко Недругой контекст Нет Именно от такого Четкого повода Что Какой-то глупость Ошибку совершили Чтобы назвать нас такому Там было немножко Просто претензия Которая переросла Вот в такое Откровенное Как сказать Обвинение Просто то что Получается Я Стараюсь Когда на работе Нахожусь Я стараюсь Все четко выполнять То что сказали Вот такая вот Приходишь Делаешь Мне говорят Я делаю То есть если мне Как-то ошибку совершил Мне один раз объяснили Все Я больше эту ошибку Не совершаю Но в тот момент Не было Объяснено Но и при этом Еще мой коллега Он довольно таки Нерадивен на работе Для него это Как я понял Обязаловка Как он объяснил Он не старается Он не усердствует На работе Ему все что Как сказать Старается Нараболом Называется И вот Скорее всего Опираясь на него Была вот Была Как сказать Высказалась она Эту претензию И почему-то Она высказалась Как сказать Она когда высказывается У нее потом уточняет Что что Вы это мне говорите Нет я это в общем Но когда она говорит Это ощущение Как будто она Именно тебе Обвинение Это высказывает Это просто Я как раз таки Зацепил Все Бедный ты Ваня Вань ты почаще Приходи к нам В воскресенье Я бы хотел Обратить внимание Еще на какой момент По поводу Отпустила Допустим Ну вот Говорили Нет Не то что Слово отпустила Ну как Нет Нормально Обида прошла Прошла обида Вот Я хотел вот на что Обратить внимание Я не помню Источник Сразу скажу Ну я помню Вот такую историю Где я читал О том Когда Один человек Вот ему высказали Что то так же Такое Не очень То что ему приятно И он прям Вот весь такой Расстроен Или обижен Или рассердился Я не знаю что конкретно Не могу сейчас точно сказать А другой подходит Ему говорит Да ты че Успокойся Ну я сейчас Такой общий рассказ Успокойся То есть как будто бы Чтобы его Освободить от этого чувства Собаки лают Не обращай на них внимания А тот подумал Ну и правда Че Да кто они такие И его отпустила И вот когда Духовный человек Эту историю рассматривал Он говорит Да не дай бог Такой помысел Чтобы именно по этой причине Тебя отпускало Что унижая того Кто ты сказал Тебе что-то Вот так И мне хорошо Понимаете да Чем я хочу сказать Конечно То есть как То есть одно дело Ты можешь признать Свою вину Тебе сказали Ты переосмыслил Да Попытался найти В себе эту причину Помолился И сказал Да наверное Этот человек Может быть он был раздражен Может быть действительно Я подал ему Ну да Подал ему Ну дал ему повод И прости меня господи То есть через смирение Приходит К успокоению К этому А другое дело Да кто она такая Кто она такая Я еще хуже Я еще хуже Вы меня просто плохо знаете Я еще хуже Ты точно такая Я еще хуже Понятно да То есть смотря Почему Отпустила Смотря почему Успокоила Ты даже выпрыгивает Дайте поговорю Ну что Было Вопрос Мол А что такое обиды Лично я Всегда как-то Воспринимала Это что Кто-то задел Твое эго Вот даже Не справедливость Какая-то Ты не делал Что-то На тебя Вот так Высказались Да Да Тебе высоко Исполоте Добрый молодец Первый раз Только говорит Ваня Слава тебе Господи Запомним этот день 5 ноября 23 года Брат Нестор Ты следующий На очереди Чтобы ты тоже Был откровенный Такой же Это просто Замечательно Но ты не привел Ни одного места Писания Вот в чем дело Когда ты говоришь Подожди Да хватит Возможно Да я тебе скажу Когда ты говоришь Меня вот Отпустила Ты не Не анализируешь Почему Потому что Вот эта женщина Которая сказала Вы молокососы Там не понимаете Опытность есть Такое Это стон Из тебя сейчас Вырывается стон Наконец-то Вас взяло Это жизненное Пространство Мы ваши друзья Я ваш друг Вот вы когда тут Сидели вот такими Пискарями Я вот тут Напротив вас Все время сидел Я говорил Я ваш друг Вот там стоят Молятся Это ваши друзья Не верьте никому Больше Никому не верьте Мы ваши друзья Я тебя не обижу Если я тебя обидел Вдруг тебе показалось Это только для того Чтобы ты узнал Христа Чтобы ты стал Верующий Чтобы ты Подошел Вот так вдруг Обнял меня И сказал Дядя Игорь Я верующий Я верующий Дядя Игорь Я жду этого Не дождусь Но вижу Пока еще не дождался Но хоть дождался Откровений ваших Это неверие все Вот то что она с вами делает Эта женщина Это неверие Она с одной стороны Говорит правду Говорит правду Почему Ее гложет Вся та несправедливость Которую она за свою жизнь На терпелась На ком выплеснуть На ком Ну конечно На молодежи Она не может Сказать местами Писания Я вас люблю Любовь не завидует Любовь не гордится Не бесит У нее нету этого Она не может Этого сказать У нее нету Я про это и говорю Что у тебя должно быть Место Писания Почему Тебя отпустило Как ты говоришь Почему Ты полюбил ее Эту женщину Ты ей говорил о Христе Ты должен был понять Я ей сказал о Христе Я ее полюбил Гордыня с меня спала Я пришел и сказал ей Почему Почему Гляди Кровь Иисуса Христа Очищает нас от церков греха Впереди Жаль не стоит Тут Одни из самых главных слов Если мы ходим во свете Подобно как он То есть Христос Ходит во свете То мы должны Иметь общение Друг с другом И тогда Кровь Иисуса Христа Очищает нас от Всякого греха Молитвами Вашей мамы Это я все время И нафиг говорю Она опять В воскресенье Пошла работать Я ее укорил вчера Она хотя сегодня На выходных Молитвами Вашей матери Верующей Рожденной свыше Анастасии Вы сюда ходите Только молитва держит Вот Но она им прям заповедала Я недавно Поставили ролик И я слушаю Как Игнат Тихонович Последний раз Снимает ее И Енафа там же Ох как я Енафу поймал Я вспомнил все это Я говорю Енафа ты пересматриваешь Этот ролик Я не могу его пересматривать Мне тяжело Ну мама умерла У меня же говорит Игорь У меня еще письмо есть С мамиными наказами Я его как вот Она умерла Еще ни разу не открывала Не читала Вот откровения То где идут О Сюжетец то где А почему А там написано Конкретно За всеми За братьями За сестрой Ты старшая Ты должна Смотреть Чтобы они Духовно не пали Веди их ко Христу Дочь моя старшая Я сейчас сказал Говорю ты вообще Говорю когда последний раз В субботу ходила Завтра приду Хопа Опять нету Вчера прихожу Чего не пришла так Я не успела Я говорю так ты И в царство небесное Пролетишь на паровозе Быстро Вот братья сестры Поэтому очень хорошо Что ты начал задумываться Только места писания нужно Ты сразу все свои обиды И к местам писания Вот Не гордиться любовь Ты любишь этого человека Ты должен Ты обязан его полюбить Он человек Пока он не ушел в ад Ну Не умер Он не может быть бесом А значит Этот человек Как и все Подпадают Под волю Божью А воля Божия какая? Не любишь Как самого себя Воля Божия Чтобы все спаслись И в разум истинно пришли Вот его воля Божия Чтоб все спаслись Ты спасен Если ты рассказываешь о Христе Поставь себя Какое у тебя сердце? Какое? Тернием зарастает При дороге Уже все высох корень Или последнее Четвертое 30, 60 или 100 Возросло В хорошей почве Если ты о Христе Говоришь Что ты должен Себя отнести куда-то А когда ты себя Отнесешь Тогда вы не будете Пропускать занятия В воскресенье Тогда суббота прошла И вы не приехали в храм И не увидели Братья и сестер Которые вас любят Действительно Которые не обидят вас Просто так Сказали еще Что Нестор Обижается На нас Я говорю Что на меня конкретно? Она Говорит Она обижается Потому что вы Его там принародно При всех принародно Так мы братья и сестры Мы его не ругаем Принародно Нестор Я просто Вот хочу Вот как брат Игорь Вот он у верующего Христа И мы с ним так близки Вот мы им близки Когда он был молодой Такой странный был Но мы бы с ним были Как будто одного возраста Почему? Вера во Христа Рождение свыше И я хочу так же Чтобы братья наши Сестры Игорь Почему ты один говоришь? У нас ведущий Идет кто? Идет еще кто? Ты А почему? Тогда Власть ведущего Я тебя останавливаю И Лена Говори Время уже закончилось 45 минут уже Кто это время устанавливается? А все Нет у нас времен Пусть дети говорят Дайте им возможность Выговориться Дайте им говорить Ты же не даешь говорить Ты прерываешь Ты нет Я скажу Да все замолчат Я прошу Смотри Кто хочет еще высказаться По поводу эго Ну Ивана У Ивана У меня к Ивану Женщина одна В палате лежала У меня тоже Иногда встречаются люди С которыми говоришь о Боге Некоторые люди Как сказать Подходишь Хочешь заговорить У меня даже с одним мусульманином встретился Смотрю у него четкий Я говорю Я знаю сколько тут бусин 33 бусины Откуда Я ему объясняю Что 33 бусины По три круга 99 сур А Или как она правильно Знаете Не 99 Их 114 Ну а нет Когда они зачитывают Мне так объясняли Ну я хотел с ним поговорить Как сказать О Боге О Коране Нет но он Что-то не захотел Он когда отмолчался Не проявил желания Отошел от него К сожалению Да ничего там И вот Женщина Я с одной разговаривал Как раз таки Когда она только поступила На палату Палату У нее такое сморное лицо было Что-то этот То ли коллега моя Как раз таки С которой женщина я работаю У нас там иногда По двое На смену оставляют Иногда по одному И вот То ли она на нее Что-то В общем Я вот с ней Как сказать Начал тоже О Боге разговаривать И она потом Мне в конце Когда вот ее уже выписывали Она мне призналась Что у нее В ежедневнике Она бухгалтерна работа У нее в ежедневнике Было стихотворение Которое называлось Я ненавижу людей Она говорит Она вот Как сказать Стихотворение Это ей понравилось Я не помню автора Как она называла А потом она сказала Вот я с тобой поговорил Я вот Встречу нашу Эту запомню навсегда Говорит Я раньше читал Вот стихотворение Вот это Я ненавижу людей Теперь я наоборот читаю Я люблю людей Вы должны быть теми светильниками То есть вот та женщина Которая вас Назвала там Дураками То есть у нее тоже вот эта боль И она к тебе обращается То есть она просит твоей любви Она может быть считать Что ты единственный Кто может ей ее дать То есть изменить отношение к людям И только ты это можешь И ты должен А почему она меня так называла Что-то у нее Да Вот там Как Фрося сказала Что-то у нее не так А я смогу может быть это изменить То есть да Вот эту любовь к ней проявить Что-то сделать для нее хорошее А не доказывать наоборот Что-то Да я О Надо же так Твоя жена Можно сказать Цитату из Писания Матфея 5.16 Так да светит свет ваш пред людьми Чтобы они видели ваши добрые дела И прославляли Отца вашего небесного Продолжаем У нас время закончилось Ты что У нас время все Давай еще У нас заканчивается У вас что есть сказать Я не все слышал Чтобы говорить Я только подумал Что одному трудно вести Надо чтобы кто-то Если не болеет Виктор Андреевич Он такой человек Которым доверяется Вот я вижу сейчас страх Поднимает руку На нем Мы даже и не ведем Она нет Потом она две руки поднимает И уже истерика Ну я только сейчас Это все видел-то Нет Так не годится Я буду сейчас говорить вам Как петух на нашесте На сразу остановиться Мы даже с батюшкой Видишь как он Коротко сказать То самое короткое То есть Ничего не говорить Короче нельзя Как я обещал Кто Арбуз Больше всего выгрызить Чтобы мало осталось А который взял Вместе с корочкой съел И сейчас ему тогда давать Сколько обещал Так здесь Поставьте человека Он преподает А другой наблюдает И тому дает знак Так там Хотят сказать что-то Ну на том месте Закладку там Рукой Это такой порядок У нас мало И мы встречаемся Вот такой состав Не каждый день Я хотел только сказать То что я услышал Кто-то наблюдает За этими людьми И видят Результат Только вот этой стороны И позволено Где Айна На работе она А? На работе сегодня А что за работа у ней? В магазине тканей работает Она еще торгует Или еще не пойму Продавец в магазине тканей Правильно? Продавец А? Продавец Но она знала Что в воскресенье Придется работать Ну как она так Вот если субботы Субботники А 27 дня Вы ни одного Не заставили работать Ни под каким видом У отца Акима Призвали в армию Он в армии И в это время Узнали что он в субботу Они его на субботу Они говорят Он говорит Я отработаю Начну и смену И как угодно Не надо другой Только в субботу Он не идет Раз На пять дней Из карцера Вытаскивают Пять субботы Ты пойдешь Суббота же Пять дней И он Службу-то и просидел Это разве по уму Ну это я просто Рассказываю про одного Он говорит Я воевать не буду Я православные христиане Падаль какая А кто же я защищать буду К стенке его И в это время Оказалось там генерал Он говорил Так подождите Расстрелять успеете Так Ты кто такой Где ты был Да я в монастыре Но я не монах Я просто как трудник там был А что ты делал Сапоги разные Моды там бывает Заказывать Где-то Я стряпать умею Хлеб Просворы пек Начал Он говорит Вам хлеб будет Нужен когда-то здесь Потому что иногда Идут в походе И нет А муку достают Бросили Ушли Он говорит Оставьте его Под мое Так А ты меня не подведи Докончилось тем Это журнал пишет Церковный Что Ему медаль дали В конце войны А расстреляли бы еще В пигу Это Оттолкнуть мы можем Теперь надо удержать Вот с этими ребятами Я уже сколько раз вам говорил Вы не пропускайте Хотя бы одно Не пропускайте Радуйтесь этой встрече Что брат старается Говорит И ни один не записывает Почему не записывайте Я этого не могу понять Я у баптистов даже Ходили А мы ходили Каждую неделю У них четыре собрания Четыре Так Раз Два Третье В воскресенье два У них было Да Я что надо Запишу И где бы я ни был Батюшка говорит Что у меня с собой Видел Я записываю Записываю Чтобы ничего не забыть Вот это лежит Моя писанина Вы еще найдите В мире Где-нибудь Чтобы это было Притом Каждое слово Подтверждено писанием Святыми канонами Вы талант свой Не цените Вас еще не взяли В армии Вы хотите поделиться Брат говорит Я не знаю Как он Интонация Мне нравится Но я немало Не сомневаюсь Что он говорит правду Я даже не расслышал Он По другой шкале берет Доиграйтесь Хлопнет вас Все-таки Господь Вы Допрыгаетесь Почему Не сказать Когда-то потом Еще записали Нам Перепишите Чтобы мы это Еще раз прослушали Не один Я даже от вас Этого не жду Вам главное Скорее отсюда Крутануться Уехать А вы ему Благодарны И сестры Там жили И все И я не знаю Я не об уважении Говорю О том Чтобы не продусить Что он говорит А говорит Я знаю Он говорит Не против Писания Не против Христа Я даже не слышу Но я не один день С ним встречался Он мне 14 лет Жил на квартире Мне как говорили С ним Ты не о ней уживешься Через стенку 14 лет Я давно сказала А я-то тоже Не в молчу А вы как-то Собрались бы все вместе И сказали Кто пишет вам Заводь-то я не буду Вы знаете Кто о вас Заботится Заочно Заочно-то Заботиться Это просто Их много А когда лично С кем столкнешься И сразу обожжешься Он не такой Я хочу вот это Значит следить Кто поднимает руку Так остановись Что-то срочное Ты не обиделась бы Что тебе на одну секунду Опоздали Нет Смотри как положение Выравнивается Ты брат Не аж это Не обиделся бы Если они вместе Высказали тебе Претензии какие-то Выслушал бы их Кого? Вот этих четверых Братьев А Енаху Енаху Ефросинию Нестора Я не сомневаюсь Что он бы выслушал А ты бы их Выслушал Понимаете Вот это Говорится Претираться По легкому Легко И сразу понять Вот сегодня Что говорили А ты слышал Меня спрашивает Да не ты Навыда Еще Игнатий Тихонов А живем мы Сколько с ним А ты не глядишь Что у него Образование маленькое Он знает свое дело А как должно быть Вот я о чем говорю Я опираюсь Написание на свой опыт Я вижу Вам уже пора Заканчивать Наверное Игнать Игнатьич Я хочу Сделать и так На будущее А если его нету Чтобы наблюдатель Сидел и смотрел Кто-то вон там Руку подняла Ее не исключить Она может сказать Насколько Ну допустим Одна минута Достаточно То есть Включить вот это Собрание Это хорошее Не о пустом Глаголите Все Первый пункт Вы выполнили Наблюдатель стоял Мы не ругались Игнать Игнатьич Мы не ругались Брат У него Некоторые Как сказать Примеры Примеры Своей жизни Сегодняшней рабочей Как на него Нападают Ни за что Неверующие люди И я Это комментировал Сказал что Общение Должно быть с братьями Что мы ваши друзья Мы ваши друзья Те которые молятся здесь Кто с бородами Вот Вот они сидят перед вами А те безбожники Они всегда будут вас гнобить Всегда давить Просто вы еще не поняли это Нестор скоро тоже начнет работать У тебя ответственное будет Если ты будешь В этих В ремонтных Там вообще Сложная история У них Я езжу машину И там постоянно У них смена идет Я опыт покажу Смотрите Ты свободен Сейчас пойдешь И пойдешь Но есть место Где свободы нету И там написано Свободу ценит тот Кто потерял ее И колючая проволока Обтянутая Рисунок В тюрьме И вот если Ты его смотри Покажи Человек Входит в камеру Зарядит Увидишь разные Разные Там кто-то начинает Драть Доказывает А он стоит С матрасом Пока тебя не узнает Около параши будешь А там Сразу Я тебя знаю Начинает врать Тот начинает Отоправдываться И я смотрю Сколько Зона была Зона 50 серий 50 серий И я только В двух местах Нашел Где неправильно Что там Он ходил Среди заключенных И был у него Пистолет с собой Нет А как А у вас Разве не так было С тобой не так было Меня никто Параши не толкал А как так Бог Вот я Смотри Вот я захожу А не знаю Дверь открылась А теперь давайте Тут они уже готовы Издеваться Переколотить тебя И где ты будешь А кто я Я вот Вверх только захожу Охранник Вверю хлопнул за мной Я вперед шагнул Камера На 25 человек А там 75 В три раза больше Попеременно спят Дымина Там никто не запретит Где-то И не видать И вдруг Дым колеблется Там выходит Там бал такой Избранный Старший Смотрящий за этой Камерой Я только захожу Первые же слова Господи благослови Мир дому всему Зашевелился Замокнулся Он посмотри Слушай А ты откуда такой Я говорю Из Барнаула Какая статья Я говорю 190 прим Что мента грохнул 190 статья 190 вверх Это распространение Заведомо ложных Извреждений Порощих Общественных Государственных Истрой страны Я ему считаю Вот эта птичка Долетела Не слыхал Пятая ходка Но такой статьи Не слышал Это начальник Интересно скажет Такие же слова А у тебя Случайно с собой Какой-нибудь Книжки Нет Чтобы как-то Разбей Дым-то наш Я говорю Есть У меня новый завет Стал Цалтырию А когда бы могли Я говорю Во сколько у вас отбой В 10 А ужин В 7 До 8 Кончайте С 8 До 10 Мое время И сколько человек 75 Найдите Три человека Которые не курят Вначале И не курят Трое Так Тщательно Вымыть руки Я даю вам Евангелие Вы считаете Только начал читать Дверь открывается Охранники Ставят Этого Никто не видел Никогда Охранники Открыть дверь При такой большой Камере Задавят сразу Нет Как будто бы Те и другие Родные братья Только тот Что-то сделал Нашли А этот сделал Больше Но не поймали Праздница Небольшая У них тут И дальше Я же варю И теперь Каждый день Они слушают А когда Старый ложится Там Из бетона Плиты такие Сделаны И так Вкрапление Белого мрамора А клопы Его не отличишь Клоп Кабы чистый был Я бы охлопнул А видно Они Ленточка Инут До тебя доходит А тут волна тепла И он падает На тебя Все в крови Я уже сказал Вещем тогда Если я куда-то Перейду Тут не будут Слышать Я еще Несколько дней И дальше Говорю Тут клопы Спать Даже не дают Спать А какая Стать Я говорю Меня Санкция МГБ Московской КГБ Дала указание Это Перед ними они вот так вот так куда его а где менты сидят то есть милиция прокуроры судьи отдельно иначе здесь их задушат в один день значит меня в ту камеру я зашел чистота порядок никого попался и такой же разговорный они лежит а кто ты такой и дальше говорю и сидят они всех задел один на охоте были застрелил человека в кустах не видел а у другого жена изменила он стал двери не выйдешь никуда я сказал да пошел ты у меня как когда он нашел госраду и завалил а другой сажает машину пьяный уперся не как обычно в пистолет и в спину выстрел превышение полного сидит и писать у меня ни одной минуты свободной не было и они теперь видят я сразу вечером уже спрашиваю скажите а все забито где-то и наконец вот такое меня вот точно такое же здесь а здесь вот так вот шконка эта кровать и от лицом вот меня не может трогать я обращаюсь камеры скажите а если я вас здесь буду молить я вам не помешаю то ты что отец на болезни хоть тут всякий по-своему с ума сходит я утром то валится стал а там и ночью то а утром говорят всем человек становились сзади завалились можем и тоже будем камера которые на таком учете тут строжайше и уже камера вся просит со мной помолиться ты понимаешь что это это надежда на бога тебя где берут а все по-другому будет на меня сколько не подавали в суд я возвращаюсь три уголовных дела за разолета я подаю в суд теперь кто подали все процессы выиграны боятся прикоснуться на почему бог когда распутин поехал в город григорий ефимович его ему сразу говорят ты такой общительный там развратишься а бог вот именно это вот сразу сейчас сказал и тут я поднимаю руку а он напротив меня сидит руки сложил внимание а я только сказал тебя на это дело избрать прямо сейчас а вот даже руку не поднял сразу санток все хочет сказать что такое никуда не уйдет все это вставка небольшая маленькие у вас все это хорошее будет еще лучше спасибо христос аллилуйя за что то есть я говори всему уложите тя богородицу крест на блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую хирургим и славнейшую без сравнения сферафим без изменения бога слова родшую сущую богородицу тебя величаем избирать кому молиться моя прерогатива в интернете говорите так ефросиня андреевна помолитесь благодарим тебя господи за то что позволил нам собраться сегодня здесь в доме молитвы чтобы иметь общение с братьями и сестрами тебе слава господи научи нас изучать слово твое любить его исполнять привносить в этот мир тебе слава отцу и сына святому духу ныне пресновеки веков аминь аминь следующий раз если будем еще раз это в настоящий хирург больной вы не умрете